Как стать востребованным веб-разработчиком в 2024 году? Специально для вас я подготовил дорожную карту по самообучению. Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Александр Сакирко, и вы смотрите канал «Быть программистом». Я акцентировал, внимание, самообучение. Для того, чтобы стать востребованным разработчиком, вам IT-курсы за 500, за 1000 долларов не помогут. Для того, чтобы стать востребованным веб-разработчиком, нужно много-много практиковаться. И вот такие штуки, они будут некой инструкцией, некой методичкой, неким планом пошаговым, по которому вам нужно будет пройтись. Конечно, в веб-разработке есть несколько направлений. Есть фронтенд, есть бэкэнд, есть фуллстэк. Но то, что мы сейчас рассмотрим, это как база для любого уровня. Это полноценный стэк, который должен быть и у фронтендера, и у бэкэндера, и у фуллстэк тем более. В таких картах обычно большой перечень различных библиотек, фреймворков и инструментов, которые якобы вам нужно изучить. Ребята, не пугайтесь всего этого, потому что, как правило, это все аналоги, и нужно изучить либо один фреймворк, либо одну библиотеку, либо один инструмент. А все остальное аналоги. Я дополнительно все это дело прокомментирую. Но не пугайтесь большого перечня различных непонятных вам технологий. Начинающие разработчики, либо те, кто чувствует пробелы, начинают с самого первого шага, с изучения интернета. Если вы знаете, что такое интернет, HTTP, доменное имя, хостинг, DNS, браузеры, в принципе, пропускаем этот шаг. Если вы что-то не знаете, если не знаете, как работает HTTP, не пугайтесь, вся эта большая пачка, в принципе, можно выучить за просмотр одной большой лекции, которую также на YouTube найдете. Дальше следующий шаг HTML и CSS. Конечно, любой веб-разработчик, неважно, backend, frontend, обязан знать HTML и CSS. Но если вы посмотрели один туториал на несколько часов на YouTube, не спешите заявлять о том, что вы знаете HTML и CSS, потому что есть много нюансов. Пользуясь случаем, хочу дать один совет, который выработал на протяжении своей долгой практики. Всегда изучайте фундаментал языков. Не акцентируйте на библиотеке, на какие-то фреймворки, а именно на фундаментал языков. Конечно, HTML и CSS это не языки программированные, но дальше мы сейчас перейдем к JS, к PHP и другим языкам. Всегда нужно акцентировать на фундаментал и изучать основу, углубляться и практиковаться написание кода на языке. Изучение библиотек и фреймворках это прекрасно, но это не сама цель, потому что библиотеки и даже фреймворки имеют специфику постоянно обновляться и кардинально менять свою логику. Либо вовсе на замену старым библиотекам приходят новые библиотеки. И тут глаза на лоб лезут, кажется, что нужно все начинать сначала. Но если вы углубляетесь именно в фундаментале языков, изучение новых библиотек для вас совершенно не составляет труда. Это делается на автомате, буквально изучением документации. Дальше очередь JavaScript. По JavaScript нужно знать следующее. Синтаксис и основы, что такое дом-дерево, что такое запросы, как отправить запрос, как получить ответ, что такое API, что такое AJAX. Все это нужно бэкэндеру. Значит, три столба фронтенда это HTML, CSS и JavaScript. Но эти три столба из фронтенда нужно обязательно знать и бэкэндеру. Вот все, что в этой связке по JS, обязательно это самая база. И любой бэкэндер с этим работает. Бэкэндеры на этом шагу также начинают изучать PHP и MySQL, поскольку это их основной язык. Дальше в этой карте идет перечень инструментов, различных библиотек, различных фреймворков, тулов, которые помогают в разработке. Значит, к инструментам здесь относится система контроля версии. На локальной машине это Git, то есть вам нужно будет установить Git, вам нужно пройти несколько туториалов и работать с этой системой. Я рекомендую к этому приступить после того, как вы ознакомитесь с основами JS и PHP и начнете писать свои первые строки кода, первые скрипты. Заодно протестируете и систему контроля версии. Также, чтобы хранить ваш код удаленно, я рекомендую вам GitHub. Хостинг для систем контроля версии, три штуки. GitHub, GitLab, Bitbucket. Все они аналоги. Самый популярный GitHub, я рекомендую именно его использовать, потому что все в нем есть бесплатно, что вам потребуется. Следующим шагом предлагается выбрать Package Manager. Я использую NPM и его рекомендую, но также можете рассмотреть и аналоги. А также, следующим шагом, нужно определиться с фреймворком, либо с библиотекой, которую будете использовать. Я в своей работе использую React, поэтому рекомендую его. Сейчас идет тренд на построение сайтов на WordPress, фронт на React, админка на WordPress, поэтому я использую React. Но также можете рассмотреть Vue.js, Angular и другие фреймворки, которые видите на экране. Напомню, что вам не нужно изучать все фреймворки, а нужно выбрать один и углубляться в нем. И более то, напоминаю, что лучше углубляться в знаниях языка, а библиотеку и фреймворк использовать. Конечно, изучать ее по мере необходимости, но акцентировать именно изучение фундаментала языка. Если говорить со стороны бэкэндера, то на данном этапе я рекомендую Composer, на данном этапе я рекомендую Laravel и WordPress. Конечно, WordPress это не фреймворк, но на Западе для построения сайтов он, админка на WordPress, используется как maskf, поэтому PHP-разработчики используют WordPress в качестве такого некого фреймворка. И для админки используют именно его. А для фронт-энда, в свою очередь, используются системы, построенные на реакте. Поэтому все нюансы, которые я сейчас проговариваю со стороны фронт-энда, если вы занимаетесь разработкой сайтов, особенно на WordPress и хотите их делать современными, значит вам нужно обязательно придерживаться этой дорожной карты. Далее идут моменты по написанию кода на CSS. Например, это выбор библиотеки для CSS. Вы можете выбрать и писать код на определенной библиотеке, либо же вовсе не использовать. Это не обязательное требование. Все зависит от проекта. Эти библиотеки на любителя. Далее рекомендации по архитектуре написания кода на CSS. Это BEM. Опять же, это не обязательно, но это выделяет вас как грамотного разработчика, поэтому ознакомиться с этим стоит. Также написание CSS кода при помощи препроцессоров. Это SASS, POST-CSS, SLS и так далее. Опять же, это не обязательно, но это очень удобно, поэтому можете с этим ознакомиться и использовать в своей повседневной работе. На следующем шаге нам предлагается ознакомиться с различными сборщиками, с различными компиляторами. Опять же, сейчас может быть вам не все эти названия и технологии знакомы, но ничего страшного. С ними вы ознакомитесь после того, как вы весь этот путь пройдете, и тогда вы поймете, что вам нужно, что вам не нужно. Значит, делятся они на различные категории. Например, для работы с кодом, для форматирования этого кода используется Priter, для того, чтобы проверить его на ошибки, на определенные стандарты используется ESLint, для того, чтобы скомпилировать, может быть, этот код из одного формата в другой. Можно использовать различные компиляторы и NPM scripts нам в этом помогут. Можно использовать различные сборщики типа веб-пака, может быть, вы уже слышали об этом и, может быть, даже используете. Так вот, момент, когда вы дойдете до этого шага, и вы, в принципе, выберете для себя несколько технологий, которые будете использовать, потому что они помогают и необходимы в работе. Вот в этом моменте вы уже базу закрыли. На этом моменте вы уже можете решать определенные проекты и иметь весь необходимый стэк для реализации простеньких проектов. Текущая дорожная карта показывает нам путь больше со стороны JavaScript-разработчика и со стороны фронт-энда. Но я понимаю, что аудитория канала — это больше PHP-разработчики, это люди, делающие сайты на WordPress. И по этой причине я перемещаюсь дальше на другую карту, которая посвящена непосредственно WordPress-разработчикам. Но, несмотря на это, все, что мы до сих пор рассмотрели, это must-have, это первый уровень, который должен быть в вашем стэке. Рассмотрим такую немного облегченную карту, которая резюмирует все то, что я сказал до этого момента. И эта карта посвящена непосредственно WordPress-разработчикам. Чтобы стать грамотным WordPress-разработчиком, нужно, в принципе, по этому пути пройтись. Первое — HTML, CSS, понятно. Далее — фронт-энд и бэк-энд. Неважно, вы фронт-эндер либо бэк-эндер. Если вы хотите делать сайты на WordPress, вам нужно развиваться в этих обоих направлениях. С точки зрения бэк-энда нужно углубляться в PHP. Чем больше вы будете изучать PHP, тем лучше. В качестве фреймворка здесь нужно изучать WordPress Core. Хоть WordPress — это и CMS, но мы к ней относимся как к фреймворку, поскольку мы изучаем именно ее внутренности. И для того, чтобы писать какие-то дополнения, строить плагины, нам нужно использовать какие-то внутренние структуры, внутренние функции, внутренние классы. Поэтому нужно изучать WordPress Core. И также изучить нужно MySQL, поскольку WordPress — это система построена на PHP. И для хранения данных она использует именно MySQL в качестве базы данных. Поэтому тоже нужно с этим ознакомиться. С точки зрения фронт-энда есть два подхода. Есть простой подход, где мы используем шаблоны. Это такой старый классический метод. И более продвинутый метод. Значит, с точки зрения шаблонов нужно изучить JavaScript и старые технологии jQuery. Значит, библиотека jQuery, которая очень старая. Много очень шаблонов написано с использованием этой библиотеки. По этой причине, если мы будем работать с классическими шаблонами, то ознакомиться с этой библиотекой тоже вам придется. Хотя это очень просто и потребуется несколько часов на изучение. И технология IAX, поскольку динамика на таких классических темах осуществляется при помощи JS и IAX. Чтобы мы из JS обратились к PHP, мы используем IAX, отправляем какие-то запросы, получаем какие-то данные. Это такой классический метод. Но есть современный метод, и он очень популярен сейчас на Западе. Для построения сайтов сейчас используется концепция Headless. Headless — это когда мы используем WordPress только как серверное приложение для админки, для того, чтобы доимодействовать с данными и как-то их хранить в базе данных. А для фронт-части мы используем отдельное приложение, написанное, например, на React, либо на любом другом фреймворке, либо библиотеке JS. Но, в частности, популярно сейчас делать это на React. Вот такая новая концепция использует название Headless WordPress. И, как вы видите, такая облегченная карта резюмирует все те технологии, которые мы до сих пор рассмотрели. Вот это must-have — первый шаг, который нужно выполнить любому разработчику, который занимается разработкой код WordPress. Перед завершением ролика дам вам ряд рекомендаций, которые помогут вам в самообучении. Неважно, вы начинаете с первого шага по этой дорожной карте, либо вы хотите закрыть какие-то пробелы, либо на определенном шагу вы хотите прокачать навыки, всегда применяйте эти рекомендации, они вам помогут. Первую рекомендацию уже упоминал. Акцентируйте свое внимание не на изучение фреймворка в библиотек, либо CMS'ке с точки зрения WordPress, например, а на фундаментал языка, на котором построена та или иная библиотека, фреймворки и CMS'ка. С точки зрения разработчика WordPress, не уделяйте внимания WordPress Core, поскольку эта тема ограничена и за несколько десятков часов вы ее изучите, а уделяйте свое внимание углубленному изучению PHP и местами даже JS. Вот эти два языка вам помогут в профессиональном развитии как разработчика. Вторая рекомендация — выполняйте как можно больше практических примеров. Очень часто мои ученики, проходя мои курсы, смотрят, например, как я делаю WordPress-шаблон. Они повторяют шаг за шагом, все у них прекрасно получается, и им кажется, что они выполняют практику. Но, ребята, это не практика, это копипаст, это повторение за видео. И стоит пройти 1-2 недели, потом этому человеку приходится реализовать какой-то проект, и он его сразу сходу не реализует, если он не откроет опять видео, и шаг за шагом по аналогии не будет делать. Поэтому повторять за видео — это нужно, это первый шаг, который вы делаете. Но это самое, назовем ее нулевой ступенью. Чтобы прокачиваться, нужно практиковаться. После того, как вы повторили за видео, вы сразу же по аналогии решаете какой-то свой проект. Пусть это будет тестовый проект, да, немножечко другой, но его нужно своими руками проделать и решить. То же самое относится любого урока, который вы найдете на YouTube. Вы сначала повторяете его за автором, потом закрываете ролик, и тут же пробуйте уже экспериментировать своими руками, где-то специально ошибку написать, чтобы посмотреть, что произойдет, как эта ошибка будет отображаться. Дальше исправляйте эту ошибку, меняйте логику. Только такой практический подход поможет вам действительно изучать программирование. Сегодня у нас очень активно продвигает искусственный интеллект, очень пиарит чат GPT и рекомендует его для обучения, поэтому я хочу вам дать третью рекомендацию. Обычно авторы на YouTube рекомендуют использовать чат GPT, я же в свою очередь не буду вам этого рекомендовать, потому что у меня плохой опыт взаимодействия с чат GPT. Если к нему обращаться с какими-то простыми вопросами, то он возвращает адекватные ответы. Если к нему обращаться с более сложными кастомными вопросами, то он начинает сочинять ответ и придумывать несуществующие функции, придумывать какие-то несуществующие шаги. Чат GPT это инструмент для автоматизации каких-то действий, для работы с каким-то базовым контентом, но ни в коем случае не для обучения, поскольку он может просто придумать какой-то ответ и ошибочно вас чему-то научить. Когда вы изучаете какой-то контент в интернете, это статья, это видео на YouTube, либо вы купили книгу, то у вас есть реакция сообщества на этот контент. Например, отзывы на книгу, отзывы под видео, отзывы в статье. И если в этом контенте какой-то обман, что-то неправильное, то вы сразу это четко видите и понимаете. В то время, когда ответ от чата, который вы получаете, его видите только вы. То есть он вам выдал один раз, и больше об этом никто не узнает. Там может быть приятенна какая-то, а вы как начинающий разработчик этому будете верить. По этой причине начинающим я не рекомендую использование ChatGPT. Если вы опытный разработчик, конечно, без проблем используйте ChatGPT в своей работе. И, скорее всего, со временем вы придете к тому, что увидите, что он действительно возвращает не очень ценные ответы. Но в любом случае, это хороший инструмент, который лично я использую, и он мне помогает в повседневной работе. Но не для обучения. Для обучения, особенно на начальном этапе, самым правильным вариантом будет найти ментора, найти знакомого программиста, который давно уже работает в этой области, в этой нише, 10-15 лет. Вот это самый правильный вариант будет, потому что вы сможете ему задать вопрос, он вам сможет ответить, поможет, направит в какое-то нужное русло. То есть сэкономит вам время, которое вы будете тратить, если будете самостоятельно пытаться набить эти шишки. У меня для этого видео все. Жду от вас лайк, жду от вас комментарий, поскольку активность на канале помогает мне его продвигать. Если нет активности, у меня нет мотивации записывать новые ролики. Если вам помогают мои ролики, пожалуйста, отблагодарите меня активностью. В противном случае просто не будем тратить ни ваше, ни мое время. У меня на этом все. Всем до связи. Всем пока.